Элитка 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 Так как я летаю на джойстике, то у меня здесь вы видите разнообразные оси джойстика, но у вас же будет стоять, к примеру, если вы играете с клавиатуры, то есть у вас здесь будет стоять клавиатура мышь, у вас разумеется добавится еще одна вкладка, это движение мыши, потому что в основном все движения, поворотами, наклонами и так далее у вас будет выполняться мышью, но при этом остальные вкладки у вас тоже будут присутствовать, разве что вот полет-посадка, вот как я говорю, он нафиг не нужен, по сути это бесполезная вкладка Теперь поговорим о том, как это все выглядит в игре, тангаж это когда вы поднимаете и опускаете нос, то есть двигаетесь вот в таком направлении, рыскание это когда вы смещаетесь к горизонтальной плоскости, крен, ну разумеется это вот таким вот образом работает Разнообразные смещения вверх-вниз, ну понятно, вот здесь вот плохо видно, но это лучше будет видно на посадке, то есть это когда вы смещаетесь просто влево, вправо, вверх-вниз и разумеется вперед-назад Это основное управление, благодаря которому вы летаете Сейчас же хотелось бы поподробнее остановиться о некоторых пунктах вот этой вкладки, а именно полет разное Включить-выключить автопилот это не совсем то, что вы думаете Некоторые подумают, что это способ автоматической стыковки со станциями, но нет, это немножко другая функция и автоматическая стыковка работает как оборудование Вы ее должны установить на свой корабль и тогда вы сможете включать автоматическую стыковку в другой вкладке Но вот именно вот это вот, включить-выключить автопилот, относится не к автопилоту, а к инерции То есть, как вы понимаете, в космосе у нас нет сопротивления, как ни странно И если, скажем так, ваш корабль не будет гасить свою инерцию, то вы просто будете лететь прямо без остановки с одной и той же скоростью, с одним и тем же ускорением Это в том случае, если у вас как раз-таки выключен этот автопилот По дефолту он, разумеется, включен Как видите, мы стоим в покое, у нас скорость абсолютно одинаковая, мы не двигаемся На самом деле это вращается Кориолис, эта станция вращается Мы же стоим ровно-ровно в покое У нас, так сказать, как говорят физики, идеальное состояние покоя Но если вы будете отключать так называемую помощь Вот видите, она сверху написана Помощь отключена Эта клавиша у меня стоит как зажатие То есть я ее держу Она нужна в основном для боев Но в принципе ее я вам должен показать, все-таки, чтобы вы понимали То есть допустим, вот сейчас у нас включен гаситель инерции Сейчас я просто постараюсь вращаться То есть вот я просто наклоняю ручку Теперь я отпускаю ее И корабль останавливается Если же я отключу инерцию И начну вращаться И потом просто отпущу ручку вращения Корабль продолжит свое вращение с такой же заданной скоростью Вот это и означает гаситель инерции Этот самый автопилот Эта функция полезна, но она полезна для боев В обычном летании она вам не нужна Поэтому просто, ну, не нажимайте, скажем так, эту клавишу Потом, когда уже будете сражаться в боях Вам это пригодится Но об этом потом Возвратим обратно нашу инерцию Берем следующий пункт Это гиперкрейсерский режим И гиперпрыжок О форсаже говорить не будем Потому что это просто банальное ускорение Тап нажимаете и корабль ускоряется Все А вот что касается гиперкрейсерского режима И гиперпрыжка Тут есть некоторые особенности Гиперкрейсерский режим Это когда вы просто переходите в режим гиперскорости Давайте вернемся в игру И я вам все это покажу Для того, чтобы перейти в гиперкрейсерский режим Вы должны двигаться То есть у вас должна быть скорость То есть если вы просто нажмете J То корабль у вас в гиперкрейсерский режим не перейдет Потому что, как видите, нужно ускориться Поэтому набираем небольшую скорость Так, замедлимся сейчас по полной И корабль у нас перешел, скажем так, в гиперкрейсерский режим Есть небольшое условие Корабль не перейдет в гиперкрейсерский режим Если вы находитесь близко к планете Какой-то станции Или к какому-то авианосцу У вас справа внизу Загорится вот этот вот гравитационный захват При гравитационном захвате Вы, разумеется, выйти в гиперкрейсерский режим Не сможете Плюс дополнительно Вы не сможете перейти в гиперкрейсерский режим Если у вас ФСД перегружен Это случается в том случае Если вы, к примеру, только-только совершили прыжок Или, к примеру, вас наоборот Какой-то пират выбил из гиперкрейсерского режима То у вас некоторое время ФСД будет перегружен И вновь воспользоваться вы им не сможете То есть войти в гиперкрейсерский режим У вас не получится Теперь хочется поговорить именно о самом прыжке То есть там было мое управление Поэтому там была клавиша ОК Ну, вообще, на самом деле, у меня есть это и на джойстике Но неважно Для того, чтобы совершить прыжок в какую-то систему Вам понадобится эту систему как раз-таки и выбрать в качестве цели Тут мы как раз-таки плавно перешли к следующим советам А именно понимать, что такое карта галактики и карта системы Чтобы открыть карту системы и карту галактики В переключении режимов Есть как раз-таки клавиши, которые отвечают за открытие карты галактики и карты системы У вас, разумеется, эти клавиши могут быть свои Но я самое главное, что показываю именно где это находится То есть карта галактики запомнили и карта системы Это основные функции, которые вы будете юзать очень часто Потому что прыгать надо постоянно Планеты надо выбирать постоянно И поэтому запоминайте Карта системы это вот такое вот отображение То есть когда вы видите солнце, когда вы видите разнообразные планеты и так далее и тому подобное Это как раз-таки карта системы В ней телепортироваться нельзя Ну, назовем это телепорт, то есть прыжок То есть прыгать в пределах одной системы нельзя Прыжок просто работать не будет То есть до каждой из вот этих планет или вот этих станций Вам нужно будет лететь самолично Карта галактик это вот такое отображение То есть, чтобы вы понимали Мы сейчас находимся вот здесь То есть именно вот там вот находилось вот то солнце Вот как бы солнце это светит И огромное большое количество планет находились внутри И внутри каждой вот такой точки находится какое-то солнце Или несколько солнцев, огромное количество планет И этих точек тут много-много-много-много-много-много-много-много-много Короче, очень дохрена И все это гигантская ерунда Просто в огромной галактике находится В общем, тут очень много всего Но запоминайте, для того, чтобы прыгать Вам нужно как раз-таки выбирать цели здесь То есть вы можете прыгнуть вот, к примеру, отсюда Вот сюда Я, к примеру, уже выбрал цель Давайте проложим маршрут к ней Вот вы выбрали цель И следующее, что вам нужно понять Это как пользоваться радаром Вот эта вот основная нижняя центральная часть Это ваш радар, на котором вы будете следить за целями Которые находятся вокруг вас А также местом, которое вы выбрали То есть вот сейчас вы видите на левом маленьком радаре Белую точку Эта белая точка означает как раз-таки цель Которую мы выбрали для прыжка Теперь самое главное понять, как этим пользоваться Если эта точка белая То значит эта система находится где-то в пределах Вашего обзора То есть она спереди Если же, к примеру, я сейчас поверну корабль Это означает, что эта цель находится сзади То есть эта цель находится за вами Где-то в той части корпуса То есть просто разворачиваетесь В другую сторону И двигаетесь так Чтобы эта точка совпала с центром И потом вы увидите, что эта цель у вас будет выбрана Вот как раз-таки эта самая цель Вот это кольцо и означает то, что Ваша цель выбрана И вот в нее вы уже можете прыгнуть Для этого опять же ускоряемся Полностью И Включаем Наш прыжок Как видите, пошла зарядка ФСД И когда она зарядится Наш корабль прыгнет И мы окажемся Возле солнца Вот этой системы Сразу как только вы телепортировались Понижайте скорость на максимум Для того, чтобы не влететь в это солнце Иначе вы сгорите Ну, уничтожите корабль Хотя обычно Срабатывает защита И вас выбрасывает И ну, потом просто надо будет разворачиваться То есть опять заходить в гиперкрейсерский режим Просто разворачивайтесь от солнца И летите куда-нибудь В другую сторону Переходим дальше Во вкладке «Разное» у нас находится Огромное количество полезных вещей То есть это, допустим Корабельные огни Которые вы будете включать Усиление питания двигателей Усиление питания орудия Усиление питания систем Также грузовой ковш И шасси Теперь давайте поподробнее о том, что мы сейчас настраивали Корабельные огни Включают, ну, разумеется, просто фонари Которые будут освещать пространство перед вами Если вы будете, к примеру, подлетать Каким-нибудь системам, планетам и так далее Это просто банальный свет Значок о том, что у вас включен свет Показывается справа вверху Вот он, видите? Я его сейчас переключаю Шасси и ковш мы здесь открыть не сможем Потому что мы сейчас находимся в данный момент в гиперпространстве Шасси нам нужно для того, чтобы совершать посадку Грузовой ковш для того, чтобы подбирать ресурсы Следующее, о чем нужно поговорить Это как раз таки распределение энергии В настройках вы ее тоже видели За это отвечают вот эти вот три вертикальные столбика Справа внизу Под каждым столбиком вы сейчас видите По две точки На самом деле точек там четыре И распределяя энергию в определенные столбики То есть, будь то это система Двигатели Или вооружение У вас каждый из этих аспектов корабля Будет работать, ну, лучше То есть, если вы переводите все в системы То у вас будут быстрее перезаряжаться щиты Ну, просто говоря, если вам взбили щиты То, переведя энергию в систему У вас просто быстро перезарядятся щиты Что же касается орудий, понятно То есть, у вас просто они будут быстрее перезаряжаться Потому что орудия у вас тоже нагреваются Они охлаждаются И вот это вот охлаждение Как раз-таки влияет на то Сколько энергии у вас влито в орудие Клавиша вниз у нас отвечает Как раз-таки за сбалансированный режим Это когда во все кидается по двойке Теперь уже несколько советов По распределению энергии Когда вы путешествуете То переводите всю энергию в двигатели И остальных оставляйте просто Системы вооружения вам особо не нужно Когда вы сражаетесь Или добываете какие-то ресурсы То соответственно переводите всю энергию на вооружение Если же вы сражаетесь, к примеру, в бою И вам забили щиты То советую как можно быстрее Отлететь от центра битвы Как можно быстрее свалить Перевести всю энергию в двигатели А потом уже перевести энергию в систему Для того, чтобы восстановить Как раз-таки эти самые щиты Вот, блин, столько времени видео уже прошло А мы все еще маемся с управлением Но я надеюсь, хоть некоторым это видео поможет Следующая полезная вкладка Это режим интерфейса Режим интерфейса Это означает то, какие клавиши Вы будете использовать Для перемещения по меню Ибо разнообразных вкладок в игре Огромное количество И по ним нужно как-то перемещаться Не бойтесь, что клавиши, которые у вас будут здесь Будут совпадать с клавишами, к примеру, полета Когда вы будете переходить в режим интерфейса То клавиши управления Просто банально будут отключаться И у вас будет активироваться вот этот режим интерфейса И вы с легкостью будете просто тыкать по всем вкладкам интерфейса А потом, когда вы закроете интерфейс Дальше опять включатся клавиши управления кораблем Теперь как раз-таки о вкладках интерфейса Включаются они вот здесь В переключении режимов Есть клавиши панель наружного интерфейса Коммуникационная панель Функциональная панель И панель внутреннего интерфейса Все эти четыре клавиши вы будете использовать очень часто Потому что это основные ваши информационные панели Первая клавиша у нас отвечает за интерфейс Навигации, транзакции и контактов Навигация это система, которая у вас находится поблизости Разнообразные там планеты, галактики и так далее Здесь вы можете искать и выбирать себе цель для путешествия Например, вот выбрали навигационный маяк Зафиксировали пункт назначения И полетели к нему Или, допустим, не хотите лететь, отменяете фиксацию И летите куда-нибудь в другое место Транзакции у нас отвечают за квесты Все, что касается миссии, разнообразных штрафов У вас будет находиться вот здесь Здесь у вас, как видите, и штрафы И разнообразные награды И вот ваучеры вы будете получать За выполнение всяких там действий Все, что находится во вкладке контакты Это находится в непосредственной близости от вас Здесь у вас будут показываться и корабли, которые находятся рядом с вами Разнообразные ресурсы Вот эти вот низкоэнергетические следы И так далее и тому подобное А также, если вы проходили обучение То именно в контактах вы использовали стыковку То есть, точнее, запрашивали стыковку у станции Как видите, в принципе, ничего сложного И не так часто, на самом деле, вы будете пользоваться этим окном Ну, в квесты, понятно, вы будете заглядывать для того, чтобы почитать, что вам тут нужно В контакты вы будете просто в основном заходить Для того, чтобы стыковываться с какими-то кораблями Хоть панелька и большая, на самом деле тут особо ничего нет На двойку у нас активируется в основном вкладка с общением То есть, это чат, это разнообразные сообщения Ваши друзья, которые вы можете отправлять, к примеру, приглашения в группу И так далее и тому подобное То есть, здесь эскадрильи, то есть, ну, это типа кланы такие То есть, и все здесь есть Вот, все вы можете здесь выбирать Выбирать разнообразные сообщения В общем, это канал для общения Основное, конечно, что здесь нужно Это вот чат Потому что в чат пишут, разумеется, не только люди, которые находятся вокруг вас А также пишут, к примеру, еще и пираты И разнообразные, то есть, пролетающие мимо корабли То есть, здесь игра живет, так сказать И когда мимо вас летят какие-то пираты Все, что они, скажем так, пишут Все, что они от вас требуют Потому что пираты-то они не только хотят вас убить Они могут и просто мирно решить Они могут попросить, к примеру, вам скинуть какие-то ресурсы И если вы через какое-то определенное время не скинете То они на вас нападут Разумеется, все это вы можете увидеть здесь А то потом будете думать А почему на меня напали? Что вдруг ни с того ни с сего случилось? Как видите, вкладка простая Ничего тут тоже особо сложного нет На тройку тоже находится простая вкладка В которой находятся те, так сказать, к примеру, истребители Или ТРП ТРП это такой жук-скоробей, который может ездить по земле Это для того, чтобы высаживаться на планеты Но не суть Через эту вкладку вы, например, можете выпускать истребители Которые у вас находятся на борту То есть, ну, во время боя Использовать истребитель можно только один Если у вас его уничтожат Пока он перезаряжается Вы, разумеется, можете использовать второй Но это в том случае, если у вас установлено определенное оборудование Потому что истребители, это тоже непросто Они находятся в ангаре Вам нужно установить ангар Но это оборудование, о нем мы поговорим попозже Для того, чтобы развернуть истребитель Нужно для начала выйти из гипергрейсинского режима Потому что это происходит только, скажем так, на обычной скорости Во время боя Поэтому переходим в эту вкладку Давайте выпустим истребитель Чтобы вы приблизительно понимали, о чем я говорю То есть, вот мы разворачиваем истребитель Выбираем его И, как видите, теперь мы Скажем так, управляем маленьким истребителем Этим маленьким корабликом, кстати, может управлять только член вашего экипажа Если он у вас есть Сейчас тут у меня стоит неактивный экипаж Потому что я на самом деле на станции его не выбрал Но на станции выбирается экипаж И когда мы будем на станции, я вам покажу, как это все делать Для того, чтобы пристыковать корабль обратно Просто запрашивайте стыковку Подлетаете в определенную зону И все Четвертая вкладка, конечно, уже немножко побольше И здесь уже много разнообразной информации То есть, как видите, здесь ваши ранги показываются То есть, боевой ранг, торговый ранг, исследовательский Ну, боевые, понятно, вы получаете за боевые заслуги То есть, если вы сражаетесь или выполняете какие-то боевые миссии Торговые ранги это в том случае, если вы торгуете Перевозите какие-то ресурсы, продаете ресурсы Все, что связано с торговлей Исследовательские ранги это когда вы путешествуете по планетам Открываете их и потом продаете данные на других планетах То есть, в игре реализована такая система исследований То есть, когда вы прилетаете в какую-то систему Вы ее автоматически исследуете То есть, у вас просто появляются данные о ней И когда вы летите в какую-то другую систему Вы опять исследуете ее в следующую, в следующую, в следующую И когда вы прилетаете куда-нибудь в систему подальше В зависимости от того, как далеко эта система, в которую вы прилетели Находится от той системы, которую вы исследовали Тем больше денег вы получите Также на главной вкладке есть очень полезная вкладка, как инженеры Инженеры это такие ребята, у которых вы будете качать свое основное оборудование Как видите, каждый инженер может качать какие-то определенные типы оборудования То есть, например, двигатели ФСД, чьи-то генераторы, ракеты и так далее Залповое орудие То есть, каждый из них качает что-то свое То есть, по факту, из имеющего базового оборудования на кораблях Можно сделать это оборудование гораздо лучше Но это очень затратно, как по ресурсам, так и по финансам, так и по времени Поэтому об этом мы сейчас рассказывать не будем Возвращаемся обратно к четвертой вкладке И здесь, дальше, если вы будете переключать Вот, к примеру, дальше есть вкладка модули Она вам не нужна, поверьте мне Это просто показывает то, что у вас сейчас присутствует Тут можно распределять энергию Более сложно, так сказать, распределять энергию Но, поверьте мне, вам это не нужно Забудьте про это Следующая вкладка очень важная И отвечает она за огневые группы То есть, так как у вас на корабле может находиться огромное количество оборудования То клавиш для его использования вы, ну, не сможете назначить Только чтобы каждое оборудование использовать в отдельности Поэтому и существует такая штука, как огневые группы В вкладке вооружения вы можете увидеть как раз-таки все клавиши Которые используются для ведения боя То есть, это стрельба, если у вас, ну, на мышке, к примеру, играете И также смена вот этих самых огневых групп Но также дополнительные клавиши для того, чтобы выпускать гнезда Потому что, потому что если у вас будут выпущены гнезда Вот, образно говоря, видите, они открываются Выпускаются как раз-таки эти стволы Если у вас эти гнезда будут выпущены То в режим гиперскорости вы не войдете То есть, вам нужно их будет убирать И тогда вы сможете спокойно путешествовать Просто бывают ошибки такие Некоторые не могут полететь, почему они не могут полететь Хотя в вкладке инфоспорова обычно все показывается То есть, уберите то, уберите это и так далее и тому подобное Так вот, давайте поговорим как раз-таки о боевых группах И о том, как это все устанавливать Давайте сразу откроем гнезда И перейдем во вкладку с огневыми группами Для того, чтобы, ну, разобраться, что вообще это за что отвечает Как видите, на корабле установлено огромное количество разнообразного оборудования Не на все есть, как видите, здесь установки Потому что некоторые функции используются Просто на быстрых клавишах клавиатуры То есть, им не обязательно задавать огневую группу Они просто могут использоваться через определенные клавиши Ну, в настройках, разумеется, все это можете тоже установить Вот эти теплоотводные катапульты и так далее и тому подобное Теперь давайте поговорим о том, что же означают вот эти 1, 2, 2, 2, 2, опять 1, 1, 1 А это как раз-таки отвечает за правую клавишу мыши И левую клавишу мыши То есть, ничего сложного То есть, как видите, в первом столбике у меня на левую клавишу мыши Выбраны три импульсных лазера А на правую клавишу мыши выбран многоствольное орудие И больше ничего не выбрано Это значит, что в этой боевой группе Это означает как раз-таки, что у меня на левую клавишу мыши будут стрелять импульсные лазеры На правую клавишу мыши многоствольное орудие Если я переключу боевую группу То здесь уже будет работать другое оборудование Лазеры уже работать не будут И здесь будет так вот На правую клавишу мыши у меня будут вылетать дроны-сборщики А на левую клавишу мыши у меня будут работать проходочные лазеры Они нужны для добычи ресурсов с астероидов Теперь давайте увидим, как это все выглядит в игре То есть, если помните, переключение боевых групп Было на клавишу N у меня там стояло Ну, у вас там может быть на какую-то другую Но, в принципе, понятен Как видите, вот сейчас включены многоствольное орудие И импульсные лазеры То есть, вот, пожалуйста, они стреляют И стреляет впереди там этот еще Многоствольное орудие Может быть, с другого ракурса Давайте посмотрим, попробуем Есть приятные ракурсы Вот, допустим, вот так вот Можно одновременно стрелять, но если нажимать обе клавиши мыши Ну, в общем, вы понимаете Если мы переключим режим Боевую группу То тут уже у нас активируются как раз-таки вот эти сборщики И проходочные лазеры Но, как видите, они не активны Они горят красным Это значит потому, что сейчас мы находимся в режиме боя Как видите, все вот эти линии по контуру этих орудий Они оранжевые Это значит, что мы находимся в режиме боя Во вкладке переключения режимов Есть такая функция, как переключить режим кабины То есть она у меня стоит на вот этот вот слэш такой Ну, вы можете, разумеется, поставить на что-то другое Эта функция тоже очень важна Она нужна как раз-таки для того, чтобы переключаться между режимом боя И режимом исследования В режиме боя, понятно, вы ведете боевые действия В режиме исследования вы используете разнообразное оборудование К примеру, для добычи То есть если вот я сейчас переключу режим Как видите, активирован режим анализа И теперь все эти проходочные лазеры Доступны Только вот, ну, понятно У меня нету снарядов Они показывают, чтобы кончились снаряды И так как передо мной сейчас нет какого-то астроида Я не могу его разрабатывать Но, если бы они были Я бы, разумеется, это сделал Так что запоминайте Для использования вооружения Вам нужны, разумеется, клавиши Которые будут отвечать за выпуск и запуск Ну, будем называть скрытие орудий Клавиши, которая будет переключать боевые группы И клавиша, которая будет переключать как раз-таки режим То есть либо боевой режим Либо режим анализа И так, с огневыми группами, я надеюсь, разобрались Потому что это вот основная проблема С которой ко мне обращаются игроки Ибо они не понимают, как это работает Для чего это нужно Надеюсь, теперь стало, ну, может быть, немножко понятнее Я постарался как мог объяснить Как можно проще Переходим к следующей вкладке Это вкладка корабля Здесь у нас, в принципе, есть такие клавиши Которые можно задать и кнопками клавиатуры Как видите, вот ходовые огни Ночное видение Это все тоже можно установить Шасси, грузовой ковш Маяк и так далее Все это можно установить тоже благодаря Быстрым клавишам клавиатуры То есть через настройки То есть по факту это, ну, не самая полезная функция Но, однако, маяк бывает помогает То есть установка маяка Это когда вы катаете, к примеру, с друзьями То если вы установите маяк То есть режим крыло То друзья будут вас видеть Это обязательно делать, когда вы катаете с кем-то Когда вы катаете один Но, разумеется, вам это нафиг не надо В следующей вкладке у нас находятся разнообразные помощи в полете Здесь, если вы будете устанавливать на корабль, к примеру, систему автопосадки Она у вас здесь появится И ее здесь надо будет включать Хотя по дефолту она обычно вроде сама включается Так что по факту этой вкладкой вы тоже особо пользоваться не будете Предпочтение пилота Это по факту просто настройки интерфейса небольшие Которые, ну, вы подстраиваете под себя Следующее, о чем я хочу поговорить, это о статусе Статус это, скажем так, взаимоотношение Разнообразных фракций к вам То есть, как видите, дружба и так далее То есть в зависимости от того, как к вам относятся NPC То есть разнообразные фракции так называемые То вот такая вот у вас будет репутация среди них Экономика То есть чем выше, соответственно, репутация у вас У каждого NPC, у каждой фракции То тем, к примеру, больше денег вы будете получать за выполнение разнообразных квестов Или больше репутации вы будете получать Ну, в общем, все это зависит от выполнения заданий В следующей вкладке у нас находится репутация со сверхдержавами То есть если первая вкладка у нас показывала ранг относительно всяких фракций То вот вторая вкладка уже показывает со сверхдержавами Их в игре имеется всего три Разумеется, в зависимости от того, какие действия вы принимаете У вас будет по-разному меняться, скажем так, взаимоотношения с разными фракциями Следующие вкладки не особо полезны Это просто журнал сеанса, финансы, которые у вас находятся И разнообразные разрешения По факту последняя вкладка статус тоже не особо сильно вам нужна Со снаряжением уже немножко поинтереснее Как видите, первая вкладка в снаряжении Это груз, который находится у вас на корабле Внизу вы можете увидеть грузовместимость вашего корабля Она увеличивается с помощью оборудования Об оборудовании поговорим чуть попозже Но пока что, как видите, грузовместимость у нас 192 И вы ее можете увеличивать, устанавливая на корабль дополнительные ящики Следующая вкладка у нас отвечает за очиститель Он на самом деле сейчас у меня не установлен А он отвечает за перерабатываемые ресурсы То есть, когда он у вас установлен на корабле И когда вы добываете ресурсы Все эти ресурсы, разумеется, добываются в виде руды И вот этот очиститель как раз-таки их перерабатывает Он перерабатывает их в автоматическом режиме За ним, скажем так, следить не надо Поэтому в это окно вы тоже особо лазить не будете Дальше у нас находятся две вкладки с материалами и с данными Это просто, так сказать, информация Просто наличие того, что у вас есть И вот эти вот материалы и данные Они не влияют на вес вашего корабля Скажем так, когда вы добываете руду То у вас будет уменьшаться грузовыместимость То есть, каждая единица чего-то весит тонну У вас, разумеется, грузоподъемность корабля 192 тонны Но при этом вот эти разнообразные материалы Которые у вас тут присутствуют, разнообразные данные Они в вес не учитываются Их можно иметь вот сколько угодно Сколько позволяет их вместимость То есть, допустим, атипичное поврежденного следа 300 Аномальный массив данных сканирования 300 и так далее и тому подобное Все вот эти данные, они никак не влияют на вес Следующая вкладка синтез отвечает за крафт Как видите, напротив каждого из вот этих вот пунктов Есть справа вот такие вот точки Они означают, можете ли вы скрафтить эти вещи или нет То есть, хватает ли у вас ресурсов То есть, к примеру, вы заходите во вброс в ФСД И видите, что у нас есть углерод, у нас есть ванадий Но мне не хватает Германия И это, к примеру, базовый вброс И он, допустим, увеличит мне расстояние прыжка на 25% Есть, разумеется, базовый режим Стандартный режим и премиум режим Это как раз таки вот эти три точки, которые находятся справа В зависимости от того, можете ли вы сделать определенные действия или нет У вас там будут стоять точки вот такие вот То есть, как видите, вот теплоотводы, к примеру У меня хватает ресурсов на базовую версию Можно пополнить запас теплоотводов На стандартную версию теплоотводов Но на премиум версию я уже не смогу сделать Потому что нету прототипов теплоизлучателей Вот, к примеру, тоже касается дронов Вот у меня их сейчас нету Я могу, к примеру, пополнить запас дронов У них, в принципе, только базовый Потому что дрон это, по сути, дрон То есть, я, к примеру, создаю дронов Она мне скрафтила 4 дрона Скажем так, по трудозатратам это крайне геморройно Потому что, на самом деле, проще этих дронов купить Дроны стоят копейки Вообще копейки Но если, к примеру, в пути где-то в космосе Вы находитесь и вам срочно нужен какой-то дрон Чтобы что-то запустить То, ну, тут уже надо воспользоваться крафтом Потому что, если в космосе у вас появился лут Который вам нужно собрать И вам его собрать нечем А, соответственно, если вы улетите в другую систему То этот лут просто пропадет Так что, вот, и с четвертой вкладкой мы, в принципе, тоже разобрались Как видите, в принципе, по интерфейсу корабля Что первая, что вторая, что третья, что четвертая вкладка Не такие сложные С полетом мы разобрались С кладками разнообразными разобрались Теперь поговорим о том, что у нас находится на станциях Итак, когда вы приземляетесь на станцию Первое, что вы видите, это небольшое количество клавиш А именно, пополнение топлива Ремонт А также пополнение вооружения Дальше вы можете спуститься в ангар Что, в принципе, мы и сделаем Потому что мы все равно туда спустимся Когда пойдем в службу космопорта Служба космопорта Это вкладка, которую вы будете юзать Не намного реже, чем, к примеру, когда вы будете использовать все свои вот эти внутренние интерфейсы Ибо потому что служба космопорта отвечает за огромное количество разнообразных функций Начнем давайте с простого А именно с правой вкладки А именно корабельных устук Здесь у нас есть удаленная мастерская Но она касается как раз-таки вот этих самых инженеров Поэтому о ней говорить не будем Расширенное обслуживание отвечает у нас как раз-таки за ремонт За припасы и топливо Здесь как раз-таки можно в припасах купить тех самых дронов О которых я говорил Но стоят они, как видите, копейки Поэтому покупать их, ну, проще простого Космоверфь это магазин кораблей Здесь вы как раз-таки будете покупать новые корабли Надоело летать на одном Купили второй, третий, четвертый, пятый и так далее и тому подобное Стоят, конечно, они каждый по-разному У каждого своя стоимость И для некоторых, как видите, нужны необходимые ранги в определенных характерах Допустим, если я двигаюсь в сторону вот этого корабля Допустим, я хочу его себе купить Я как раз-таки качаю империю То мне нужен будет ранг герцог или выше Ранги у нас качаются путем выполнения квестов этой фракции И выполнения квестов для перехода на следующий ранг Теперь давайте поговорим об общих услугах Я не зря поговорил сначала о корабле О разнообразных функциях корабля О разнообразных там квестах и так далее и тому подобное Потому что все это берется здесь Помните, мы говорили про экипаж То, что я могу на корабль взять себе экипаж И он будет управлять моими истребителями То есть для того, чтобы это случилось Мне нужно было зайти сюда Выбрать комнату экипажа А также выбрать вот этого как раз-таки человека Который у меня есть И поставить его в активный слот Разумеется, я могу взять еще неактивных членов экипажа Которые будут, допустим, летать со мной Тоже, ну, вот, к примеру, какие-то другие экспертов и так далее Но им, разумеется, надо будет отдавать долю с ваших наград Но это именно тем, которые активны Если вы его, к примеру, в данный момент не используете То можете выкинуть его обратно И он будет неактивен Соответственно, денег он у вас забирать не будет Следующая вкладка у нас относится к картографии Помните, опять же, я рассказывал про исследование То, что вы можете полетать в определенной системе Поисследовать ее То есть вы можете полетать в определенной системе Поисследовать ее Потом полететь в другую В третью, в пятую, в десятую А потом прилететь куда-нибудь еще подальше И продавать там информацию о других системах Как раз-таки вот эта вот вкладка Universal Cartographics отвечает за продажу исследований То есть вы заходите в эту вкладку И здесь вы можете продать все данные о системах Которые вы бывали Продать этой системе Вот видите, вот это показано красным Хорошо как раз-таки, что она есть Вот эта система Hanover показана красным Потому что я не могу на ней продать Так как она находится менее чем в 20 световых годах От этой системы Как раз-таки вот именно поэтому Это тоже неплохой способ для заработка новичков То есть просто тупо летать по системам А потом полететь куда-нибудь в другую подальше Ну, в районе 20 световых лет И продать данные о других системах То есть вы можете продавать сразу всю страницу данных И получать за это деньги Да, для начала это мало Но все равно это хоть какой-то дополнительный заработок Следующая вкладка это у нас контакты Здесь у вас будут находиться разнообразные контакты властей То есть у которых вы будете, к примеру, оплачивать штрафы Если вы что-то нарушаете на станциях То есть, к примеру, вы не взлетели вовремя Вы ударились об станцию Или, ну, что-то там случилось Но при этом вас не уничтожили Но дали штраф Все это будет оплачиваться здесь Потому что если вы не оплатите штрафы То многие функции у вас будут урезаны То есть вы прилететь, конечно, на станцию сможете Но прилетать вы туда будете как бы нелегалом Поэтому пока вы не оплатите штрафы То, ну, на самом деле не стоит бояться Штрафы стоят очень дешево, вообще копить То же самое касается разнообразных наград Именно здесь вы будете получать награды За поимку каких-то там целей Прибыль с торговли и так далее и тому подобное То есть все это тоже будет зарабатываться здесь Контакт боевые облигации Это человека, у которого вы будете получать деньги За уничтожение каких-то там кораблей То есть пиратов или целей каких-то Ну, тоже, в принципе, для заработка У контакта державы вы можете посмотреть полную статистику Типа системы, ну, это просто информация А также получать зарплату Зарплата, по-моему, получается раз в неделю Ну, в зависимости, я так понимаю, от ранга Вы будете получать больше Ну, я пока этим не заморачивался Мне особо это не надо Мне хватает просто летать по системе И получать удовольствие Контакт поиска спасения Это человек, у которого вы будете, скажем так Получать награды за разнообразные задания По привозу каких-то, вот, как видите, вещей Черный ящик, обломки кораблекрушения Спасательные капсулы, заложники и так далее Тому подобное То есть, если у вас эти вещи будут То вы просто передаете эти предметы И получаете за это награды Дальше дополнительные Есть разнообразные торговцы То есть, на некоторых станциях Есть торговцы материалами Есть торговцы информацией Есть торговцы ресурсами и так далее И тому подобное У них вы можете обменивать Разнообразные, вот, как видите, материалы На другие материалы Я, по-моему, это рассказывал в ролике О добыче двигателя ФСД Но приблизительно кратко я объясню То есть, чтобы получить, к примеру Вот одну такую вещь Мне надо ее выбрать Выбрать другую вещь, которую я хочу отдать И Выказать сколько То есть, я вот отдаю одну вот эту вещь И получаю три аномальных силиметрии Как видите, их стало 35, тех 18 Просто тупой обмен Менять можно не только вот в одной линии Можно менять отсюда, досюда Но в зависимости от того, что вам разрешено То есть, торговец материалами Не всегда меняет все на все Он меняет только то, что ему нужно Дальше следующие две вкладки Касаются вкладок миссии Комната пассажиров отвечает за перевозку То есть, вы можете брать миссии На перевозку пассажиров В принципе, ничего сложного У вас есть слева NPC То есть, у каждого NPC Есть какая-то перевозка пассажиров То есть, все, кто слева То есть, это все задания То есть, огромное количество заданий У каждого NPC много заданий То есть, видите, у этого 6 У этого 10 У этого 11 11 и так далее и тому подобное Все это задания Не все вам подойдут с самого начала Потому что на некоторые из них Надо, ну, летать очень далеко К примеру, куда-то Но обычно еще надо учитывать Характер пассажира То есть, ему нужно, чтобы там Все как-то плавно летелось То есть, и так далее и тому подобное Чтобы вы не стревались В разнообразные схватки А это тоже может случиться Потому что, ну, по мере, скажем так Вашего продвижения Чем дальше вы будете лететь Больше будет шансов Что вам, к примеру, встретятся какие-то пираты Я, на самом деле, грузоперевозками Ой, грузоперевозками Да, в принципе, я считаю людей грузами Перевозкой пассажиров Я пока не занимался Мне больше нравится Именно добыча ресурсов Но если вам, к примеру, нравится Можете повыполнять вот такие задания В панели миссии Уже же, конечно, больше Разнообразия разнообразных заданий И боевые задания И задания на перевозку ресурсов И задания на добычу ресурсов И задания на уничтожение Там, пиратов Определенных целей И так далее и подобное И о чём я ещё хотел поговорить, о повышении ранга Как видите, вот это задание, у него есть такая вот цепочка Эта цепочка означает как раз-таки задание для повышения ранга Так как это сверхдержава Империя, то так как я сейчас скачаю ранг Империи Она мне будет выдавать задание для повышения ранга в тот момент, когда я Сейчас вот покажу Когда я выкачиваю вот этот вот статус на максимум, на 100% Видите, вот этот вот ранг нет 100% У меня сейчас ранга нет, я на самом деле задания ещё не выполнял эти Но я знаю, что это работает именно так Чем больше выполняете заданий определённой фракции Тем, соответственно, чаще она будет давать вам задания на повышение ранга Как видите, кроме того, что здесь находятся разнообразные NPC Здесь ещё есть цели сообщества Цели сообщества — это глобальные ивенты Они периодически, ну, проскакивают Сейчас, допустим, каких-то глобальных ивентов нету Но буквально тут недавно был ивент Там надо было перевозить какие-то ресурсы в определённую галактику В общем, следите за вот этой вот штукой Там тоже даёт награды Ну и, в принципе, это задание, так сказать, для всего сервера То есть для всех людей абсолютно, которые играют в эту игру Но они появляются, скажем так, пореже Потому что это глобальные ивенты Обычно же задания постоянно обновляются Всегда То есть вы выполнили задание Прилетите в следующий раз сюда У вас всё равно здесь будут задания Да, не все миссии, так сказать, вам доступны Как видите, вот это означает 4 из 12 Это значит, что 4 миссии из 12, имеющихся у этого человека Вам доступны Как видите, тут даже так и написано То есть последовательные задания — это понятно А вот доступные миссии и не соответствуют требованиям То есть вот эти миссии я, допустим, выполнить не смогу Потому что на вот эти задания у меня не хватает репутации А для вот этих заданий у меня слишком большой корабль Для начала новичкам я советую выполнять задания по доставке Надеюсь, есть Да, есть парочка заданий по доставке То есть, как видите, вот есть курьерское задание Именно с вот таким вот значком Курьерское задание на доставку информации Потому что такие задания вы можете брать в большом количестве То есть они не занимают какой-то вес и так далее и тому подобное Вы просто приняли задание И летите как раз-таки вот в эту систему Которая указана здесь То есть система Алина Алина, интересная система Вот система Алина То есть она находится в 14 световых годах от меня На самом деле немного Это, в принципе, один прыжок для меня Может быть, два прыжка для новичка Вот, к примеру, здесь есть еще рядом задание В 18 световых годах За него дадут 48 тысяч Плюс там еще репутации дадут Плюс влияние Плюс зависимость от того, какая у меня репутация У этого человека Мне там еще дополнительно накинут Если я быстро выполню задание Там еще накинут На самом деле, ребята, деньги здесь зарабатываются На этих заданиях достаточно быстро Но есть небольшая пометка Вот этот вот непонятный символ Для некоторых Он означает, что это задание Будет выполняться на планете То есть цель вот этого задания Находится на планете То есть вам нужно посадить корабль Вроде бы, как бы сейчас Уже Хорайзенс А это, как раз таки, то дополнение Которое нужно для того, чтобы Садиться на планеты Оно бесплатное Правда, я не знаю В Epic Games Вот Раздавали игру И я не знаю Доступно ли там вот это обновление Хорайзенс или нет Напишите, пожалуйста, в комментарии Кто-нибудь, чтобы люди знали Доступно, недоступно Потому что я играю через тему И у меня это обновление было куплено Но, знаете, вот этот символ Означает то, что это задание Будет выполняться на планете Я очень не советую вам Брать вот такие задания По доставке Потому что, как видите Нужно срочно доставить 2900-700 штук товара В какое-то убежище Но проблема в том, что 2907 штук товара Да, дают как бы много денег Но 2907 штук товара Это если я Затарю весь корабль Грузовыми отсеками Это Черт подери Дай бог Если я хотя бы смогу Поднять Ну, до 900 тонн То есть вот Одна такая штука Одна штука вот этого товара Весит тонну То есть, соответственно Если я возьму Наверное, самый там Большой корабль Грузовой Который у меня только есть Полностью оборудую его Этими Как раз таки Складами И, наверное Ну, приблизительно Где-то 900 тонн Я смогу, наверное Перевозить Максимум То есть Мне нужно будет Смотаться, наверное Три или четыре раза Чтобы все вот это перевести Да, как бы Мотаться недалеко Но, блин 5 миллионов Ребят Этого не стоит Я лично считаю Поэтому для новичков Советую выполнять Именно вот такие задания С вот таким вот пунктиком Конечно же Если вас интересуют Какие-то другие задания Какие-нибудь там Боевые, к примеру Или Операции по спасению груза То есть Вы летите в какую-то систему Находите там Вот этот черный ящик И привозите обратно сюда Или, к примеру Боевое задание Расправиться с кораблями Там Тех-то, тех-то, тех-то То есть В принципе Задание Не сложное Но Смотрите внимательно Здесь Есть такая пометка Что типа Вам нужно уничтожить 36 кораблей И поверьте мне Господа За миллион Семьсот Тридцать шесть кораблей Вы Задолбетесь Уничтожать Честное слово Тридцать шесть кораблей Это на самом деле Очень много И времени на это Потратится Прилично Поверьте мне Поэтому Советую выполнять Какие-нибудь задания На Убийство цели То есть Убить Какого-то Пилота Единственное Бывает Такая сложность Что Скажем так Требуется Желательно Выполнять это В крыле С кем-то Ибо Сложность Миссии Достаточно Высокая В общем Ребят Заданий Конечно Тут огромное Количество То есть На разнообразные Там Получения Данных Какие-то там Уничтожения Определенных Объектов И так далее И тому подобного Поделать В игре Есть что Но я лично Считаю Что все эти Задания Сделаны Не для того Чтобы зарабатывать Деньги А для того Чтобы как раз таки Зарабатывать Репутацию То есть Когда вы будете Сдавать эти Задания Я советую Именно принимать Не деньги А репутацию Ну Разумеется В начале Когда вы только Начинаете Там Своё обучение То я вам сказал Что выполняете Именно курьерские Задания И берете Разумеется Деньги Потому что репутация Там все равно Вам особо не нужна На начальных уровнях Репутация у вас И так будет Немножко качаться Поэтому вначале Берите деньги Но на более Поздних уровнях Скажем так Выполнять эти Задания Ради денег Невыгодно Ради денег Выгодно Либо Как раз таки Заниматься Майнингом То есть Торговать То есть Добывать ресурсы И продавать Либо Возить пассажиров Последняя вкладка В этих общих услугах Это как раз таки Потребительский рынок Потребительский рынок Весьма Интересная Штука Как вы понимаете Да Это продажа И покупка Разнообразных товаров Но Каждая станция Каждый авианосец Какая-то там Земная станция И так далее И тому подобное Везде Где есть потребительский рынок Они продают Свои товары То есть Разумеется Товары могут повторяться На разных системах Но Вот этот Пул товаров Абсолютно Разный Разумеется Вы можете Заниматься К примеру Торговлей Это тоже Один из способов Заработка То есть Вы к примеру Берете какой-нибудь Товар Желательнее Самый дорогой Который есть Только Который продается Вот это Средняя цена То есть Берете Ищите Самый дорогой Товар Который здесь Есть Вот к примеру Средство очистки Почвы За 9000 Затариваете Корабль Полностью Этим товаром И Везете Его Продавать Ну Разумеется Я не буду Затаривать Потому что Мне не надо И Везете Его Продавать В какую-нибудь Систему В которой Он стоит Дороже Обычный Торгаш Купили Подешевле Продали Подороже Вот и Все То есть Здесь Обычно Указано Сразу В какой Системе Его Можно Продать Подороже То есть Как видите Одна штука У меня стоит 9700 Здесь их продают За 11400 Разумеется Это не Ну Прям Гигантский Заработок Можно найти И Скажем так Получше К примеру Вот Как видите Вот на вот Этой станции Этот товар Стоит 3500 И скажем так Если купить Этот товар На вот этой станции Камчадалс Вот этот вот За 3500 И продать Уже здесь За 11400 То выручки Уже будет Побольше Особенно Если у вас Какой-нибудь К примеру Торговый корабль Типа Тайп 9 И Вы загружаете Там себе Там 700 Тон Вот этих Вот вещей То Там Да Действительно Можно Много Перевозить И получать Много Прибыли Но Опять же Вам нужен Для этого Корабль Поэтому На самом деле Для большого Заработка В начале Я все же Буду советовать Именно Майнинг Именно Фарм Апалов О котором Я рассказывал Вот в этом Видео Вы сможете Справа вверху Сейчас увидеть По подсказке В принципе С минимальными Вложениями Это наверное Самый выгодный Способ Заработать Много Денег На старте Так что Надеюсь Потребительским Рынком Понятно В вкладке Купить Вы покупаете Товары В вкладке Продать Приезжаете И продаете Как видите Есть разнообразные Минералы Это вот Те вещи Которые Вы как раз Таки Добываете То есть Минералы Купить Нельзя Минералы Вы только Получаете С Добычи На астероидах И как видите Они стоят По разному Вот к примеру Здесь опалы бездны Стоит 568 Но на самом деле Это наверное Одна из самых Ну не не самых Как видите Есть еще хуже Цена на эти товары Но по факту Опалы бездны Можно найти Где продавать Аж по Полтора миллиона За штуку Ну то есть За тонну За один опал Можно продавать По полтора миллиона И я как раз таки В этом гайде Рассказывал Опять же Низкотемпературные Алмазы Это тоже вещи Которые можно продавать Гораздо дороже И так далее И тому подобное В общем ребят Смотрите Гайды Как фармить Добывать Где лучше Где выгоднее Как это делать Более производительнее И так далее И тому подобное Но это видео у нас Не об этом Сейчас переходим К следующему Я справа Ну вы заметили Наверное Что оставил Одну вкладку А это именно Вкладка со снаряжением Потому что Это основная Фишка Благодаря которой Многие в игре Путаются Ибо Снаряжение Ребят Тоже Находится На каждой станции Разное Когда вы купили Корабль Это не значит Что у вас Теперь все есть Корабль Нужно оборудовать Разнообразным Снаряжением В принципе Вот Дизайн Не модули в хранилище Мы не трогаем У нас Ведет основные Четыре вкладки Это гнезда То есть Это те гнезда В которые вы будете Ставить разнообразные Орудия И так далее И тому подобное То есть Либо это будут Орудия Либо это будут Какие-то проходочные Лазеры То есть Для добычи ресурсов В общем Приблизительно Понимаете И Разумеется Набор Вот вы смотрите Посмотрите Магазин И набор Вот этих вот Ресурсов Точнее Оборудования Которые Вы можете Поставить На свой корабль В каждой системе Разное И их нужно Искать То есть Ребят Прилетев В любую Систему Залетев В любую Вот станцию И факт Что вы там Найдете Нужное оборудование То же самое Касается И внешнего Оборудования И основного Оборудования А основное Оборудование Это Самые основные Функции То есть Это силовая Установка То есть Это По сути Ваша батарейка Опять же Маневровые Двигатели Ваши ФСД двигатели Он позволяет Вам прыгать Как можно дальше Как видите Вот снизу Увеличивается Длина прыжка Ну как бы У меня уменьшается Потому что У меня и так Стоит максимальный Нормальный Вот И все это Скажем так Изменяется В зависимости От того Что вы ставите И вот как раз Такие Что это Где вы ставите Находится Не везде И теперь Мы переходим К такому аспекту Как Поиск Вот этих Всех Вещей Ибо В игре Это найти Невозможно Как бы вы Ребят не старались То есть Вы можете Конечно Летать по каждой Системе И рано или поздно Вы на что-то Наткнетесь Но Это глупо По факту Я вам советую Использовать Сайт Который Называется Inar.cz Именно тут Я советую Использовать Поиск Разнообразных Опять же Товаров Разнообразных Залежей Рут Где вот Добывать Где лучше Продавать Где получать Корабли Ну то есть Точнее Где покупать Корабли Где покупать Оборудование Кораблям И так далее И тому подобное Всю информацию О местонахождении Этих самых Предметов Вы будете Получать На этом сайте Для начала Вам нужно Установить Точку отсчета Точнее То место В котором Вы находитесь В данный момент То есть Допустим Вы находитесь Сейчас в системе Ну как я вот Сейчас нахожусь В системе Брестла То есть Сайт автоматически Вводит название Всех систем В которые Вы в данный момент Находитесь Ищите ее И устанавливаете Как текущее Местоположение Вот вы установили И теперь Все что вы будете Искать Будет у вас Рассчитываться В расстояниях Показываться Разнообразные системы В зависимости от того Где вы сейчас Находитесь К примеру Вы захотели Купить себе Какой-то новый корабль Переходите Во вкладку Верх И выбираете Корабль Который Хотите купить К примеру Вы уже накопили Себе Денежек И хотите Какой-нибудь Боевой корабль Например Крайт Марк 2 Выбираете его И Вы видите Опять же Все характеристики Которые У него будут По дефолту И плюс Слева Вот здесь Вот Вы видите Станции На которых Вы можете Это купить То есть Это показывает Расстояние От вашей системы Как видите Вот эта система Брестла Как раз таки В которой я сейчас Нахожусь В этой системе Я смогу Купить себе Этот корабль То есть Крайт Марк 2 На станции Айсола Проспект В данный момент Я нахожусь На станции Род Эденгард И соответственно Здесь Если я зайду В космолвер Этого корабля Не будет То есть Вот я прощелкал 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 И Как видите Марк 2 Здесь нету А все потому Что он находится Не на моей Станции А на станции Айсола Проспект И когда вы Зайдете в игру Вам уже нужно Будет лететь Не вот К основному Кариолису А к станции Айсола Проспект И вот Искать ее Уже Это другое дело Теперь вот Надо только ее найти И лишь эта скотина Находится Для того Чтобы увидеть Более подробную Информацию Вы можете Разумеется Нажать на эту Систему И вы Заметите Что Это Планетарная Станция То есть Вот этот Значок Означает Что эта Станция Находится На планете То есть Купить вы ее Сможете Только там К примеру Если мы возьмем Вот такой вот Это опять Тоже земная Станция Если вот здесь Откроем Тоже земная Станция Тоже земная Видимо Рядом со мной Находятся В основном Одни земные Станции Я могу Купить Этот корабль А не Вот Есть Кориолис Вот Пожалуйста Вот Допустим Вот Это Квадратик Означает Что это Кориолис Это такая Большая Крутящаяся Квадратная Многосторонняя Короче Конструкция И вот На ней Я смогу Купить Тоже Этот корабль Но А вот То Которое Находится Ближе Ко мне Именно Айсола Проспект Это Земная Станция И Найти Я ее Смогу Только в том Случае Если Пропрыгаю По вот таким Скажем так Планеткам Вот эта Вот Голубая Зона Над планетой Означает Что На этой планете Есть Объект На который Вы можете Сесть То есть К примеру Если я выберу Вот эту планету На котором Этого нет То В принципе Я даже Посмотреть ее Не смогу А если я Выберу К примеру Вот эту Вот Ну Образно говоря То я Могу Посмотреть Карту Планеты И увидеть Что здесь Есть Вот такая Вот Зона И Разумеется Что Просмотрев Каждую Планету Ну Я-то Уже Знаю Что Это Находится Здесь Я Увижу Что Вот Это Как раз Такие Станция Находится На вот Этой Планетке Айсоло Проспект Именно Вот тут И будет Продаваться Этот товар И то же Самое Касается Всего Остального Касаемо Этого Сайта То есть Снаряжение Будь то То есть Гнезда То есть Какие-то Оружия Внешнее Оборудование Дополнительное Оборудование Основное Также через Этот сайт Вы можете Искать Санженеров Где они Находятся Ну Обычно Они Показываются На карте Ну Мало ли Вдруг Выглядит Этот самый Симул Вот так Вот Как Фиолетовая Гайка Благодаря Этому Сайту Вы можете Узнать Что вам Нужно К примеру Для Разблокирования Этого Персонажа То есть Видите Для него Для разблокировки Требуется Один Метасплав Чтобы Его Получить Разумеется Вы выбираете Не импорт Потому что Импорт Это именно Продажа То что Вы будете Продавать А вы Ищите Лучший Экспорт То есть Где вы Выгоднее Сможете Это купить Отсортировываете По цене И смотрите Уже Летите По расстоянию Допустим Где подешевле Или где подальше Лететь Но там Чуть подороже Понятно Да Все эти товары Будут стоить Ну По разному Это тоже касается В принципе Любых других инженеров Для того Чтобы открыть К примеру Вот этого персонажа Ей нужны Реликты Сунтила Понятно Что Ну Продать вы их Не сможете Потому что Это очень редкий товар И допустим Его производит Только Одна станция То есть Вы выбираете Лучшие экспорты И вот пожалуйста Станция Энгурии Которая Как раз таки И делает эти товары Они очень дешевые Летать в принципе Тоже недалеко Взяли три штуки Пошли Открыли Получается Этого инженера Но только В том случае Если он У вас Доступен Потому что Как я и сказал Когда вы Выбираете Вот четвертую Вкладку И Самые главные Вкладки На вкладки С инженерами Вы видите Какие инженеры У вас Доступны В данный момент А какие Нет Чтобы так сказать Прилетать к инженеру Нужно получить От него приглашение Чтобы получить Приглашение У него Скажем так Нужно выполнить Какие-то Определенные Действия То есть Как пример Для того Чтобы открыть Вот эту лис Нужно Достаточно Я так понимаю Хорошее отношение От Блумафии То есть Голубой Мафии Поэтому Вам нужно Выполнять Квесты Скоро Так Этой фракции И Потом С вами Свяжется Лис И тогда Вы будете Уже Заниматься Исследованиями И так далее И тому подобного В общем Целая гора Действий Так что На этом Я думаю Ребят Закончим В принципе Наверное Я больше Все рассказал Что касается Начала Так сказать Игры По управлению По разнообразным Функциям По интерфейсу И кстати Самое главное О чем я хотел сказать Именно Именно Вот о сайте И на РЦ Потому что Многие Просто вот Не знают Где Что И как Искать Да Может быть Некоторые скажут Что типа Вот блин Но это сторонний сайт Это надо Перезаходить Почему В игре Этого Непонятно Ну С другой стороны Ребят Так если посудить В реальности К примеру Вы когда приезжаете В какой-то Незнакомый город И вы хотите найти Образно говоря Ресторан Вы же Открываете Гугл Ищите ресторан То же самое и тут Ищите станцию Которая вам нужна Выбивайте ее В игре И летите к ней Вот и все Ничего В принципе Сверхестественного Ну и на этом все Друзья Я надеюсь Вам понравилось Это видео Да Оно скажем так Немножко перегруженной Информацией Но действительно Это еще не вся Информация О которой Стоит говорить Потому что У игры Огромное Количество Контента И поверьте мне На одно видео Это Все рассказать нельзя Поэтому если вы хотите Узнать что-нибудь другое То ищите дальше Информацию О добыче ресурсов О добыче разнообразных Квестовых предметов И так далее И тому подобного Но на этом все Друзья Я надеюсь Вам помогло Это видео А если оно вам помогло То подпишитесь На канал И поставьте колокольчик Чтобы не пропускать Новые видео А также стримы И играйте ребят Только в хорошей игре Всем удачи Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok